МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в погребе и в холодильнике данного помещения полицейские обнаружили несколько пакетов с измельчённым веществом растительного происхождения. Специалисты экспертно-криминалистического центра регионального ОМВД подтвердили, что это наркотик. «Все, что уходит в грыжи, ваше, да? Да». Судя по всему, 37-летний ранее судимый новодвинец планировал и дальше заниматься культивированием и расширять производство запрещенного вещества. В ходе осуществления следственных действий изъяты семена, приспособления для размельчения высохших растений, а также ноутбук, весы и пакеты для расфасовки. Сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято свыше 700 грамм наркотического средства растительного происхождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Пройти 120 километров по побережью Белого моря и установить памятные доски ветеранам Великой Отечественной – такую цель поставили перед собой участники пешей экспедиции, которая стартовала из Северодвинска. Юным путешественникам предстоит пройти вокруг Онежского полуострова, посетить старинное поморское село Пурнима и побывать в других населенных пунктах. В команде 9 школьников и студентов из Северодвинска, Архангельска, Коряжмы и Москвы. В этом году чем у нас отличается наша экспедиция? Мы идем устанавливать мемориальную доску и высаживать аллею двум героям Советского Союза. Это в деревне Лямца у нас Шестаков Пархив Андреевич и в деревне Пушлахта Агафонов Семен Михайлович. Сложность всё-таки бывает, особенно в самом маршруте. Это, например, когда очень суровые погодные условия и, например, тяжёлый рельеф. Например, это те же няши и, ковремя, например, ливня или дождя. Но в большей части, когда маршрут более спокойный или погода хорошая, то, в принципе, довольно легко. На территории национального парка Онежское поморе путешественники проведут эколого-краеведческое исследование. Иван Шаларёв – самый молодой участник, но самый опытный. В экспедицию отправляется в пятый раз. Это и отдых, и самообразование, считает 14-летний северодвинец. Во-первых, просто интересно уходить в лес, в костёр, ночевать в палатке, природа. Зверков иногда можно увидеть красиво. Проведение экспедиции поддержал областной бюджет. По программе патриотического воспитания путешественникам выделили 60 тысяч рублей. Экспедиторы обещают привезти много интересных материалов, которые в будущем найдут отражение в статьях и научных трудах. На проспекте Чумбара-Волочинского в Архангельске начались масштабные работы по благоустройству. Цена преображения приличная – 17 миллионов бюджетных рублей. Преображение главной пешеходной улицы Архангельска в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» начнётся здесь, напротив литературного музея. Тут появится свой литературный сквер. Мы предусматриваем здесь, значит, деревянные мосточки, деревянный подиум. То есть ту тепловую камеру тоже аккуратно под дерево обшиваем и меняем этот страшненький забор на красивый деревянный. Следующий этап работ – восстановление в сквере уличного освещения, установка скамеек и урн. Правда, это работы уже будущего года. Данная территория относится к природоохранной зоне, и любые вмешательства требуют согласования с инспекцией по охране памятников. А это процесс затяжной. Поэтому изначальное благоустройство этого участка Чумбара-Волочинского было разбито на два этапа и разведено по времени. Практически поставлено условие на будущие годы соблюдения тех планов, которые есть сегодня. Город чрезвычайно заинтересован в получении средств на благоустройство, поэтому у нас другого пути нет, как только работать совместно с подрядчиками, добиваться, чтобы все вопросы, которые сегодня есть по той или иной среде, по тому или иному двору, были решены. И работа была сдана в срок. Появлением литературного сквера перемены на Чумбаровке не закончатся. На участке от Карла Липнихта до Поморской проведут работы по озеленению, заменят тротуарную плитку, выровняют колодцы и обновят ливневую канализацию. Всё это должно быть завершено к началу октября. Цена благоустройства Чумбаровки – порядка 17 миллионов рублей. Михаил Меньшанин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. А теперь в Устьянский район. Там сегодня проходит второй основной соревновательный день международного чемпионата лесоруб 21 века. Конкурс профмастерства является и большой диалоговой площадкой для обсуждения проблем лесной отрасли страны и региона. На ней собираются представители федерального правительства, крупные игроки лесопромышленного сектора, руководители регионов. Прибыл в Малиновку и глава Поморья Игорь Орлов. О том, как начался этот день в Малиновке, узнаем у Елены Кермич. Она третий день работает в Устьянах. Елена, здравствуйте. Какие новости к этому часу? Да, здравствуйте, Анна. Сегодня идет второй день фестиваля. Он проходит в обычном режиме. Но я думаю, что главным событием этого дня является визит официальной делегации. В Устьянский район прибыл министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской и руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Вместе с губернатором Архангельской области Игорем Орловым они осмотрели крупнейшее в Восточной Европе биокотельную, работающую на отходах лесопиления. Также поучаствовали в акции «Посадка деревьев». Это всероссийская акция, напомню, называется «Наживи лес». Осмотрели обновленный комплекс после модернизации лесного семеноводческого центра питомника, который в год вырабатывает до 9 миллионов тонн саженцев, что практически покрывает годовые запасы для Архангельской области. Ну и ключевым событием этого дня, конечно, является круглый стол внедрения интенсивной базы ли лесопользования. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анна. Спасибо, Елена. Будем ждать новую информацию с места событий. В Котласе неравнодушные жители собирают портфели первоклашкам из малоимущих семей. Организаторам этой социальной акции уже более 15 лет остается городская газета «Вечерний Котлас». В этом году, видимо, из-за кризиса энтузиазм граждан невелик, поэтому каждому помощнику в редакции радуются и благодарят. Ведь укомплектовать им предстоит 59 портфелей. Первые шаги в мир знаний должны быть уверенными. Для этого юным школьникам важно не чувствовать себя ущемленными и встретить сложные науки вовсе оружии. Однако не каждая семья под силу наполнит всем необходимым рюкзак маленького новобранца. Первоклашки от Котлашан ждут настоящего чуда. И, наверное, будет большим и самым первым уроком доброты, которую они получат, это если горожане откликнутся на нашу благотворительную акцию и помогут собрать детей в школу, детей из малообеспеченных семей. Второй год школьные рюкзаки ребятам помогают получить участники Котлского сообщества автолюбителей. В прошлый раз им удалось собрать для детей пять укомплектованных портфелей. В этом году хоть немного, но больше. За полторы недели как-то откликнулось 16 человек, собрали 6 рюкзаков. На удивление вот эти 16 человек откликнулось, они приходили ко мне в офис, приносили деньги. Они когда-то тоже были первоклассниками и хотят видеть улыбки на лицах детей. Из шести десятков рюкзаков пока собрано лишь половина. Юные первоклашки надеются, в конце августа Котлшане действительно подарит им чудо. Простое чудо в виде портфеля и школьных принадлежностей. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь.